МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наградообразующим предприятиям прошел конкурс профессионального мастерства название «Лучшая команда по охране труда и промышленной безопасности-2015» среди молодых специалистов подразделений Открытого акционерного общества «Сайенс Химпласт». В конкурсе приняли участие 9 команд предприятия. В составе каждой команды 5 человек, 2 инженерно-технических работника и 3 представителя рабочих профессий. Команды представляли подразделения предприятия производства поливинилхлорида, установку поливинилхлорида, установку винилхлорида, газовое производство, производство хлора и каустика, монтажно-строительное производство, две команды сервисно-ремонтной службы и одну сборную команду, в которую вошли специалисты, которые не работают на основных производствах, но желающие также испытать свои силы в конкурсе. Традицию проведения конкурса по охране труда и промышленной безопасности возродили на предприятии 3 года назад. Вообще мы хотели провести конкурс и посмотреть. Если есть интерес, если люди, сами работники заинтересованы в этом, то мы продолжим это. Два года показали. Народу очень интересно. Скажем так, первый раз принимала, с трудом набрали 5 команд было. Во второй год было тоже 5 команд, но было еще 2-3 команды, которые желали, но, к сожалению, не успели. Сейчас уже команд 9. И это, очевидно, не предел. То есть есть еще несколько подразделений, которые тоже хотят в этом участвовать. Первый этап конкурса теоретический. Он проходил в форме тестирования. Тесты включали в себя вопросы по промышленной пожарной безопасности и по охране труда. Этому этапу конкурса предшествовала серьезная подготовка. Самое главное, конечно, в процессе любого конкурса мы должны не просто выявить победителя, но и должны научить, обучить. Поэтому готовиться для каждого этапа нужно было тщательно. Вроде простой конкурс «Знаки безопасности». А знаки безопасности нужно очень хорошо знать. Только тогда можно что-то ответить. Вроде простой конкурс «Кроссворд», а слова зашифрованные. Их нужно просто интуитивно знать, понимать. И профессиональный уровень в этом случае должен быть для того, чтобы каждое слово каким-то образом ответить. В начале теоретического этапа конкурса уверенно лидировала сборная команда. Теория была довольно сложная. Как бы для нас много вопросов было таких и с подводными камнями, и непонятных. Но все достойные, я думаю, справились. Однако конкурс на то и конкурс, что мероприятие – это всегда полно неожиданностей. Впереди, конечно, команда. У нас сборная команда по моему этапу проходила. Я так был доволен, прекрасно отвечали. Но их на последнем, сам последняя команда зашла. И, так сказать, догнала их. Догнала, то есть уравнялись. Опытные коллеги, кураторы конкурса подчеркивают, молодым специалистам знать теорию охраны труда и промышленной безопасности жизненно необходимо. Во-первых, это молодые специалисты. То есть они на предприятии пришли, кто-то больше, кто-то меньше отработал. Но вопрос охраны промышленной безопасности является основным, потому что охрана труда – это их безопасность, это их здоровье, промышленная безопасность – это в целом безопасность его предприятия. Поэтому молодые специалисты пришли на предприятие, уже, так сказать, на начальных этапах своего, так сказать, работы, должны знать и применять эти требования. Второй комплексный этап теоретического конкурса включал в себя вопросы по проведению грузоподъемных работ, огневых и газоопасных работ, разгадывание кроссворда, знание знаков безопасности, составление пазла. В результате же, в теоретическом этапе конкурса первое место получила команда СРС-1. Вообще, члены жюри высоко оценили то, как участники конкурса справились с теорией. У них на лицах, в глазах горит желание победить. У всех. Не просто там пришли, как отбыли, а именно охота победить. И там в конкурсе, ну, конечно, каждой командой по зависимости от капитана команды, где капитан на себя роль берет, где, так сказать, общее, так сказать, мнение. Ну, резюме можно подвести такое, что все команды желают победить. И самое главное, у них есть внутренняя подготовка, то есть они настроены на это. Мне понравилось сегодня. Последние два года участники этого конкурса состязались только в знании теории. Нынче же им предстояло выйти на поле стадиона, чтобы принять участие в пожарной эстафете. Нынче мы решили расширить и вернуть добрую советскую традицию, когда соревновались, так сказать, ДПД, то есть добровольные пожарные дружины. И вот здесь вот трасса нашего легион-спас. И вот сейчас это все мы попытаемся провести. По итогам посмотрим, стоит ли это продолжать. На трассе пожарной эстафеты участникам предстояло выполнить следующее упражнение. Преодоление забора высотой 2 метра для мужчин, пробег по бревну, развертывание рукавной линии с подключением к разветвлению, оказание первой медицинской помощи пострадавшим во время пожара и тушение горящей жидкости в противне с помощью огнетушителя. Для каждого из этих этапов необходимы определенные навыки. Это первое, не бояться огня. Второе, уметь его тушить. Тушить просто так, зажженный бензин, просто так не потушите. Надо его уметь еще потушить огнетушителем, то есть специальные действия и прочее. Ну и вообще навыки не теряться, увидя пожар, передать информацию внятно и четко. Вот это все как раз и тренируется. И все это, естественно, на скорость. Большую помощь в организации эстафеты оказали организаторам конкурса хозяева стадиона, сотрудники ООО «Легион Спас». Навыки, которые отрабатывают на спортивном поле молодые специалисты, имеют, по словам спасателей, большое значение для их профессионального становления. Они будут лучше готовы к каким-то ситуациям чрезвычайным. Будут лучше готовы реагировать на них и, соответственно, предупреждать. Ну и самое главное – реагировать правильно, использовать первичные средства пожаротушения и пользоваться ими. Физическая подготовка, теоретическая подготовка – все как бы в комплексе. Знать и уметь правильно применять свои навыки, ну и на практике в том числе, что сегодня вот они и покажут. Показывает статистика России. Пожары, в принципе, как бы увеличиваются по количеству пожаров в год. Гибель людей увеличивается. Ну, поэтому это актуально сегодня. Задача для участников эстафеты была не из легких. На линии старта участник получает пожарный ствол. По сигналу марш преодолевает двухметровый забор без упора ногами, остойки или откосы. Затем участник пробегает по бревну и передает ствол следующему бойцу. Тот, получив эстафетный ствол, берет в скатке два пожарных рукава, соединяет их между собой, подключает один конец рукавной линии к разветвлению, второй к стволу, прокладывает рукавную линию, отсоединяет пожарный ствол и передает его участнику третьего этапа. Следующий этап – тушение пожара с помощью огнетушителя. Этап считается невыполненным, если при тушении огня произошел разлив горящей жидкости за пределы противня или очаг не затушен. На последнем четвертом этапе участники должны оказать первую добрачебную помощь пострадавшему при переломе правой ноги и транспортировать его на носилках в положении лежа. Наконец, эстафета завершена. Члены жюри подводят итоги конкурса. Процедура награждения начинается с того, что всем конкурсантам вручают сертификаты участников и юбилейные медали. Затем называют победителей. Третье место завоевала команда сервисно-ремонтной службы номер один. На втором – команда газового производства. На первом – сборная команда предприятия. В сборной команде инженер по безопасности движения ЖДЦ Анна Зубкова, мастер по ремонту оборудования ЦЭС Игорь Докалов, слесарь цеха КПА Дмитрий Панов, слесарь производства хлора и каустика Александр Матвеев и монтер пути ЖДЦ Георгий Говоронский. Единственная девушка в команде Аня – капитан. Отлично, очень она нам всем нравится. Молодец, просто активная, позитивная. Нас всех в ежовой рукавице держит. Молодец. О своей команде ребята говорят с гордостью. Три года они упорно шли к этой победе. Молодцы, упорные. Мы ходили на все этапы, тренировались. Мне кажется, мы достойно выступили. Супер, хорошая команда. Все постарались, главное, выложились. Мы сборная молодежная, надежная, как химпласт. Этот конкурс показывает, во-первых, мои знания, свою физическую и умственную подготовленность. И пожелания от победителей всем молодым специалистам соянского химпласта. Побольше, наверное, уверенности в себе и побольше, чтобы была возможность себя показать, как бы на корню не зарубали. А так, в принципе, все и так замечательно. Говоря об итогах конкурса, организаторы отмечают, победа этих трех команд сборной газового производства СРС-1 случайностью не была. Это итог долгой и упорной работы на результат. Подготовка, если есть подготовка и тщательная подготовка, это и есть результат. Вот первые три места, особенно сборная команда и команда газового производства, они действительно готовиться начали, наверное, за полгода. Они тщательно изучали всю нормативную базу. Они посещали и стадион, очень много занимались на стадионе. Поэтому я думаю, что победа не случайна. Статусность конкурса повышается. А ведь они молодые, у них много задора, адреналина. А где его выплеснуть? Только там, где можно работать команда. Команда – это дух. И они этот командный дух показали очень хорошо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова